Так, на этом плакатике написано Benvenu Antonians Город Antonians Опять-таки я читаю как умею А как он произносится, вопрос Исследовательский Вот план этого замечательного городишки Я где-то вот, где вот это Зеленое кольцо, где-то в этом Месте Оставил свою Машинку Есть у меня немножко времени И Решил я прокатиться Здесь это вот самое начало города Здесь вот такая площадка Для кемперов Вот такие вот Кемперы Приезжают Паркуются и начинают кемперовать Для того, чтобы им было Все удобно Есть вот здесь вот такие контактные телефоны И вот, скажем Два евро Жетон Отключение к электричеству На пять часов Номер телефона дан Куда можно позвонить В рабочее время Офис По туризму местный есть Ну и в общем-то Это не просто Заасфальтированная площадка То есть это Как бы Ну не нашли Заасфальтировали На этом Забыли Нет Тут вот Розетка Куда можно подключить кемпер Подзарядить все свои аккумуляторы Сделать какую-то пищу На электрических Печах Ну и так далее Тому подобное Здесь Мусорка И тут же Водопровод Вот эта вода Вполне себе Питьевая Вполне себе Съедобная То есть и все И вот канализация Для того Чтобы слить Из кемпера Все отходы Жизнедеятельности Кемпероводов Назовем их так Кстати Прикольная машина Она стоит не просто Так на своих колесах Они приехали Вот на домкратах Подняли ее Если видно Там под пузом у нее Домкратики такие И все Она уже как настоящий дом Я такое кстати Первый раз вижу Вот Не знаю Что там видно Не видно вам Но должно быть видно Такие Блестящие ножки В этих колес Прикольно Француз тоже Кстати Откуда-то приехал А вот собственно говоря Прекрасная река Гарона Просто замечательно Там такой Ну не то чтобы памятник Но Изображение рыбака И такое Такие стенки Блин Ну видимо Какой-то Имел оборонное Значение Этот городишко Роуд-Баре Ну то есть Дорога закрыта Да чихать Чихать мы хотели На эти вещи Правильно Надо проехать До реки Прекрасной Гароны Я вообще Люблю Воду И вот здесь То есть видно хорошо Иначе у меня Иначе у меня тут Сейчас Все растрясет И вытрясет И перетрясет Во мне Классная погода Обалденная Грязная речка Супер Ну и вот тут Центральная площадь Этого замечательного Городишки Ну я так думаю Что она Центральная Это какой-то Банк Короче Какие-то тут Зданица Может быть здесь В субботне Утро Торгуют Всякими штуками Вот это по идее Такой Весь себе Симпатично Двигающийся Фонтанчик Вот эти колесики По идее Должны крутиться Все эти механизмы Должны по идее Шевелиться И вращаться Но сейчас Воду ему отключили Видно экономят На воде И вот опять Вот эти вот Знаменитые Французско Испанские В общем Европейские дерева Обрезанная Бог знает как И бог знает зачем Такая беседочка Прямо на берегу Замечательной Реки Гароны Там я кстати Проехал Кое-как По этой набережной И посмотрел Что в принципе По большому счету Вот это все Там Имеет единственную Цель защиты От эрозии От того Чтобы река Не смывала Все эти дома Все эти постройки И каждый там строит Вообще на самом деле Не в соответствии С каким-то планом А просто как хочет Ну Если быть точнее Как у него У кого как Получается Вот эти вот Колонны сделаны Как бы очевидно Что Централизована С чувством С масштабом Вот это вот Остатки Какой-то Прошлой пристройки К нему Еще что-то Пристроено Ну и так Вот она лепится Лепится К другу Прилепами Такими Ну так что Французы тоже Те еще Лепилы Вон там Те кемперы Стоят далеке Далеко-далеко Ну а я Сейчас прокачусь По городку Пока у меня Есть такая возможность Надо пользоваться Моментом Замечательный день Сегодня Как раз Специально для Покатушек На велосипедах Вот беседочка Такая Просто класс Отличное место Я думаю Что Летом Эти деревья Выкидывают Целую кучу Листьев И под ними Тут наверное Совсем Замечательно И хорошо Но я думаю Что у меня Будет возможность Это увидеть Всем пока Типичнейший Такой Старый Райончик Серца Франции Центральной Франции Вот такая вот Улочка На которой Кто как мог Тот Так и расстраивался Тот так и строился Бонжор Я уже заговорю По-французски Всяком случае Здороваться уже умею Вот Друг другу Прилепили домишки Кто как может Тот так и строится У кого какой материал Есть Тот из того Эту штуку себе И лепит Вот такой дом Рядом с ним Вот такая маленькая Холубка Еще вот И вот Все Друг к другу Все строится Вплотное Все Прилеплено Налеплено Слеплено И соответственно Мест Для парковки Автомобилей Ну практически Не остается Гаражи как бы есть Но их категорически мало Дома постройки Бог знает Какого нацетого века И естественно В то время Коней дома Не принято было держать Поэтому Свеженькую постройку Можно отличить Сразу Наличием Гаража Чик Значит Ага Это было сделано Недавно Ну и вообще Наверное Французских водителей Прежде чем Научить ездить Ух ты какая церковь Прикольная Учат парковаться Потому что Паркуется Здесь Ну не то что Даже плотничком А вообще Просто Вплотную Друг к другу Зачастую Смотришь И думаешь Боже мой Как она Умудрилась Или она Это сделать По 3 сантиметра Зазора Между бамперами Они воскнули Свою машину И стоят довольны Ну очевидно Поэтому Большинство Французских машин Похоцанные Спереди Сзади Сбоку Я еду Смотрю Так ради интереса Практически Ни одного Целого бампера Я не вижу Все какие то Есть маленькие Скольчики Какие то Потертости Какие то Притертости Ну это Арабо-израильский Гонщик Они тут тоже Безусловно Присутствуют Вот они Вот у них Привычка Встать посреди улиц И разговаривать Между собой Там устраивать Рука Руками махать Из окна И кричать Что мы тут Общаемся Вот еще Опять я выехал К прекрасной реке Гаруни То я проехал Понизу А это я сейчас Приехал сюда Сверху Такие лавочки Прикольные Как улитки Ну и вот Та набережная По которой я ехал Вот те кемперы Ага Тут такая плитка Прикольная Вот так вот Правильно смотреть На нее Сан-Жерме Пиренеи То есть ту сторону Пиренеи Туда Там Испания Там тепло И хорошо Но я хочу сказать Сегодня тоже Здесь тепло Сегодня Ну не знаю Двадцатки нету Наверное Хотя уже Вполне может быть И есть Там еще я хотел Кое-что показать Развлечение Огромного количества Французов Когда Я уже говорил Сталкиваются Три Бразильца У них футбол Когда три Негра Баскетбол А когда три Француза У них Катание шаров Я не знаю Как эта игра Называется Вот они Тут вот Много мелких Группок По два Три Пять человек И вот они Бросают шары Вот такие Там вот такие Шары Катящиеся И вот они Катаются Этими шарами Ну слава богу Не в друг друга Но Что-то они С этими шарами Пытаются сделать Кому-то Что-то доказать И пенсионеры Тут Ну как правило В рабочее время Тут такого Люди Весьма-весьма Преклонного возраста Развлекаются Бросанием Таких шаров Ну видно Разминают Плечевые суставы Там Какие-то еще Какие там есть У них мышцы В правой Или левой руке Вот коттедж Поселок По-французски Там домик стоял Размером С хорошее окно Маленькие Да Тут Конечно Я думаю Если бы Если бы Кто-то здесь Ввел Белорусские Противопожарные Нормы Половину Франции Нужно было бы Нахрен снести Какую половину Три четверти Потому что Противопожарных Разрывов Тут Не то что нет Их Даже Вообще нет То есть Никак Совершенно И абсолютно Засранец Поехал на мотоцикле Блин Теребит мне душа И я думаю Наш МЧС При виде вот такой Плотной застройки Хватил бы Если бы не инфаркт То как минимум Его бы Злобная жаба Просто надорвала Что столько Можно штрафа содрать Буквально на ровном месте Да уж Ну и как то Живут Не горят Городами Нормально Все их устраивает Так это я приехал Туда откуда я Ехал Ну ладно В общем Еду дальше Что интересно Обязательно сообщим Спереди Два мотоциклиста Катятся Один за другим Это мотошкола Инструктор едет сзади А обучаемый Едет спереди И я таких Мото обучающихся На дороге встречаю Ну практически ежедневно Ездит инструктор То на автомобиле То на мотоцикле Сзади Ну непременно Обучающийся спереди А инструктор сзади И таким образом Он показывает Учащемуся Как необходимо ездить Ну вот самый Центр Этого городишки Я постоянно забываю Как их называют Я не просто Не запоминаете Названия мне Блин Наверное Ледник запоминать Потому что Каждый день Они меняются Запомнишь одно А тут уже в другом месте Надо опять запоминать Зачем память изнашивается Флэш Конечно Если много раз Перезаписывать информацию Наш тоже как бы Прекращает работать А тут Если я Мозг Сотру запоминанием Всех этих французских Названий Будет просто обидно Поэтому Вы извините В начале видео Я сообщил Какой город Ну и будем считать Этого достаточно Смотрите Какое прикольное дерево Офигеть Как будто ему там Макушку отпилили Веревками вниз Привязали Вот так Изнаши стоит Ага И вот очередной памятник Есть у меня Сильное подозрение Что это памятник Борцам Французской армии В Первую мировую войну Потому что Памятников Такого масштаба Посвященных Отдельно Второй мировой войне Во Франции Я не видел Я уже говорил об этом Но тем не менее Все таки Франция Сдалась Практически Без боя Ну да 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 1914 1918 год Ну вот они Типичный памятник Ну и типичный Но Памятник А это уже Погибшим Во Вторую мировую войну То есть Ну и здесь Вот Становится очевидно И понятно Почему Именно так Почему Французы Чтят Первую мировую войну Вот Количество Погибших Ну от статистика Отдельно взятый город Количество погибших Во Вторую мировую войну А вот это Вот в Первую мировую войну То есть Ну несопоставимая Величина Естественно Почему-то В нашей истории Первая мировая война Вообще Обойдена Видно потому что Проклятый Ленин За Фашистские деньги Немецкие Просто слил Россию Как таковую Всю Поэтому этот Позорный факт Как и Позорный Брестский мир И все остальное Просто обходится стороной И никто Выгоднее помнить Конечно Вторую мировую войну Потому что там Все такие цифры Посерьезнее Там 20 миллионов Погибших Но Такие Как бы Масштабнее Мы там все-таки Победили Как бы У немцев Патроны Кончились Просто мы Забросали Живым материалом У немца Просто не хватило Пуль на всех Ладно Меня опять Не туда несет Вот Такое здесь Развлечение Что это такое А это качалка Как такая Справа-влево Вот от нас Справа-влево Качается И такое развлечение Это вот цирк Только приехал Так подозреваю Они только Расположились И начинают Сейчас Раскладываться Прикольно Видно Ну У Франции Да и вообще В Европе Стационарных парков Значительно Меньше Чем вот таких Вот Передвижных Там вот Раньше мы Видели Эти электрические Машинки Здесь вот Эта качалка Ну вот В общем-то Практически Весь город Я и объехал Поеду я в сторону Свои Автосика Мне там Нечего На такое Что Сделать Я думаю Я еще Что-нибудь Здесь найду Что поснимать Еще Интересное Такое Явление Площадь Жана Моне Это я уже Прочал Гаражи Французские Гаражи Но Те кто Увлекается Историей Гаражей Поймет Меня Я как Человек Выросший В Советском Союзе С гаражом Меня объединяет Очень много И в свое время Я считал Гараж У нас был Там 3,9 Наверное На 5,5 метров Я считал Его Очень узеньким Вот эти гаражи Совсем Крошечные Это даже Не гаражи Это Я даже Затрудняюсь Ответить Что Обычные Советские Домохозяйки Такой гараж Ну Это Одну прихожую Вынести И он Будет Весь Забит Гараж В нашем Понимании Понимание Советского Человека Это Место Тусовки Место Где хранится Практически Все В гараже Если Поковыряться Можно было Собрать Ну Начиная От утюга Заканчивая Теплоходом Если Скрыть Какой-нибудь Гаражный Кооператив Вытряхнуть Оттуда Все То Теплоход Вполне Из количества Хлама Тиметаллолом Охранящегося В этих Гаражах Вполне Можно было Собрать У французов Все-таки Отношение К этим Вещам Темножко Более Простое Они Собирают Очевидно Собирают Хлам Но Как-то Гаражи Подозрительно У них Пусто Нет У них Такого Сборище Всех Крайне Необходимых Мещей Вещей Которые Хранятся Десятилетиями Передаются Из поколения В поколение С гордостью Смотри Ты Говорит Там У меня Два ведра Ржавых Гвоздей Если тебе Надо будет Что-то Забить Обязательно Используй Возможно Здесь Как-то Это все Не так Но Это все Опять-таки Мои Предположения Ну А Тулочки Блин Маленький Симпатичненький Город Вообще Такой Провинциальный Абсолютно Тут далеко До каких-то Больших Городов До Бордо По-моему Отсюда Километров 150-200 Соответственно Жизнь здесь Такая Неспешащая Никто Никуда Не рвется Не бежит Не едет Едут Конечно Движутся Но Нет Такого Самотохи Симпатичный Город Вот Еще раз Название Это городка Тониенс Тониенс Короче Я Показал Вам Это Я уже Заехал Немножко С другой Стороны Решил Показать Вам Как Этот Город Фактически Прилеплен К реке Гарона Вот Так Объезжают Все Велосипедистов Все Стараются Держаться От нас Подальше И конечно Очищается Дыхание Прошедших Столетий Которые Конечно Отразились Там Обреки Этого Замечательного Городочка Но Симпатичные Аккуратные Как и Везде Во Франции Ладно Тут Такие Люди Приветливые Доброжелательные Но Пока Пока Мне не попадались Конкретные Мудаки Когда попадутся Ну тогда Вся Франция Превратится В скопище Нехороших Людей А кстати Барбекю Жарят Сволочи Раз Это Самое Распахлись Тут мясом На всю Округу Ну пока Это пока И вот еще Какую особенность Я хотел показать Французскую Ну и конечно Не только Наличие Макдональдса В маленьком Городе Он уже Фактически Макдональдс Везде Он на самом Деле Проник В любые Страны Города И едва ли Не поселки Вот еще Одна сеть Французских Магазинов Скажем так Не самая Дешевая Но В общем-то Люди Ввиду Большого Выбора Это все-таки Мегамаркет Старится Тоже здесь И здесь Вот есть Вот такая Функция Во Франции Стирка Вот стоят Две стиральные Машины На 8 И 18 Килограмм И сушильный Аппарат И вот Можно Прямо На улице Все это Дело Приехать Любой Момент Постираться Мы уже Видели Я показывал Что Классический Французский Дом Очень Небольшенький Там Маленькие Комнатки Сами Небольшие Помещения И вот Такие Прачечные В принципе Выход Для Того У кого Нет стиральных Машин Во Франции Много У кого Нету Стиральных Машин Это Ну Как бы Факт И вот Такой Мегамаркет Там Продукты Товары Типа Что-то Нашего Евроопта И так далее И тому подобное Здесь Какая-то Игрошечная Ну А вот Собственно Горя Макдональдс Ну Мы на Нем Плюем У нас Свой Макдональдс В автомобиле Все Еду я К своему Автосику Всем Пока Вот Кстати Для любителей Сада И огорода Во Франции Очень многие Газоны Засыпаны Это Кора Корой Кора Тут Неопилки Такие Щипа Вот они Просто засыпают И Как бы Крупные Это мой Стив Крупные Деревья Растут Спокойно А всякий Мелкий Сорняк Через эту Фигню Пробиться Не может И Очень 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 Много Таких Газонов Вообще По всей Европе Щебнем Не засыпают А вот Именно Вот Такой Вот Этой Штукой И вот Трава Вылезает Только Там Где Коры Собственно Говоря Нет Прикольно Ну Ну И вот В общем То Я уже Подъезжаю К своей Автосику От Магазин Lidl И вот Здесь Вот я Припарковался Мегачервяк Я Как бы В паузе Я Не на отдыхе У меня Считается Я ожидаю Приглашения На загрузку Задания Но пока Никакого Задания Нет Я Просто Вот Покатался Немножко Размялся Вот Это Вот Магазин Как бы Считается Один из Самых Недорогих В Европе Магазинов Сети Магазинов Ну И я Уже В общем То Еду Свой Червяк Вот Он Занимает Двенадцать Парковочных Мест Нормальных Автомобилей Ну Вот Такая Штука Всем Пока